МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Битва организованных преступных сообществ за Дальний Восток в самом разгаре. Два мощных преступных клана, ОПС Общак и Крабовские, входившие в империю известного криминального авторитета по кличке Джем, вот уже 7 лет находятся в состоянии войны. С обеих сторон есть жертвы. Лидеры враждующих сообществ при поддержке влиятельных покровителей регулярно носят по конкурирующим группировкам мощные удары. Представитель хабаровского клана Юрий Масленников по кличке Краб неожиданно стал сотрудничать со следствием и дал показания против своего противника Эдуарда Сахдова в определенных кругах больше известного как Сахно. В результате подчиненные Сахно из ОПС Общак остались без руководителя. Но и Общаковские ответили Крабовским. У лидера Масленникова начались проблемы с правосудием. Кто остановит криминальную войну на Дальнем Востоке? Почему бывшие подчиненные известного криминального авторитета Евгения Васина, Джема, после его смерти стали кровными врагами? Мы взялись за это дело, и это будет честный детектив. Вместе со мной расследование ведет журналист Руслан Насыпов. В середине 80-х годов прошлого века в Комсомольске-на-Амуре ранее судимый Евгений Васин, которого в определенных кругах сначала знали под кличкой Повидло, а затем Джем, сколотил мощную преступную группировку. В нее вошли уголовники-рецидивисты, спортсмены и участники уличных шаек. Джема удалось объединить всех бойцов, взять под свой контроль и возглавить крупный клан. Подчиненные Евгения Васина запугали местных коммерсантов, чиновников и представителей правоохранительных органов. К 90-м годам, с появлением первых частных предприятий и рынков, банда набрала особую силу. Авторитет Джем создал так называемые общаг группировки, куда стекали все доходы, полученные криминальным путем. Со временем преступный клан Евгения Васина так и стали называть ОПГ-общаг. Это было одно из самых влиятельных и мощных криминальных сообществ в новейшей истории России. Правоохранительные органы были не в силах противостоять такой мафиозной структуре, а некоторые стражи порядка не только не воевали с командой Джема, а наоборот стали его надежными партнерами по криминальному бизнесу. Именно в 90-х общаковские хозяйничали сразу в нескольких крупных городах Комсомольске-Наамури, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Якутске и Благовещенске. Там, где располагались морские порты, бандиты контролировали разгрузку китайских товаров, японских автомобилей, продуктов питания. Там, где добывали лес, представители авторитета Джема наладили контрабандные поставки древесины в Китай, Корею и Японию. Рыбная отрасль тоже попала в поле зрения ОПС «Общак». Бандиты отслеживали поставки в зарубежные страны ценных пород рыб и камчатского краба, ведь это был особо дорогой валютный товар. Криминализацию Дальнего Востока в то время никто не мог остановить. Люди Евгения Васина, Джема, чувствовали себя полноправными хозяевами этого края. Джем для усиления своей власти короновал порядка семи воров в законе, которые все находились, в том числе и он, на территории города Комсомольска-Наамури. Практически все регионы Дальнего Востока платили в кассу общака, за исключением, наверное, это Приморский край. Реальное создание общака – это лишь для личного обогащения. И гида прославления лиц, отбывающих наказание, их финансирование, так называемый греф – это лишь было прикрытие для личного обогащения. По решению Высшего Совета ОПС «Общак», а сюда входили коронованные воры в законе и, разумеется, сам Джем, так называемым смотрящим за Хабаровским краем был назначен некий Виктор Киселев по кличке Кисель. Ему подчинялись все группировки региона, которые специализировались на автоугонах, грабежах, разбоях, продаже наркотиков и оружием. В главаре этих шаек ежедневно сдавали так называемому киселевскому кассиру деньги. Собранное потом переправлялось в Комсомольск-на-Амуре, в общак Джема. Со временем у криминального авторитета Киселя появилось много врагов. Его жестокие методы не нравились коммерсантам и членам других группировок. Поэтому Виктор Киселев обзавелся надежной охраной. Среди верных ему бойцов и оказался бывший учитель физкультуры, боксер Юрий Масленников по кличке Краб. Кличка Краб возникла из-за того, что умел создать сеть какую-то, обладал такими организаторскими способностями, подтянуть себе молодежь. Краб очень хороший психолог, мог сгладить любую ситуацию. Хабаровскому криминальному авторитету Виктору Киселеву недолго пришлось руководить преступным миром краем. Наемные убийцы подкараулили представителя общака и изрешетили его пулями в упор. Кто заказал убийство Киселя, до сих пор неизвестно. На сходке так называемых воров в законе в штаб-квартире в Комсомольске-на-Амуре было решено назначить нового смотрящего в Хабаровском крае. Им стал активный участник ОПС Сергей Меркумьянцев по кличке Сосед. Прибыв на веренную ему территорию, авторитет Сосед, по мнению следствия, сразу не нашел общего языка с Юрием Масленниковым по кличке Краб. Удивительно, но и авторитет Меркумьянцев долго не продержался на своем посту. Автомобиль Соседа попал под шквальный огонь киллеров. Авторитет был убит на месте. Среди бандитов пронесся слух, что к ликвидации Меркумьянцева могли быть причастны люди Краба. Говорили буквально так. Меркумьянцев был более близок, мне кажется, к традициям, вот этим воровским законам. Говорили, что Меркумьянцы все-таки человечные, а этот Масленник Краб очень жесткий, очень жадный. Этот человек, что называется, из новой формации, он сам никогда не сидел, тогда громко заговорили о Крабе. Все в газетах про это писали, что сходка, выбирают смотрящего нового. Ну и вот вспывает, восходит звезда Юрия Масленникова. В 2001 году Масленников стал смотрящим по Хабаровску. Так утверждают местные правоохранительные органы. Эту должность он получил благодаря все тому же Евгению Васину, Джему. Говорят, что влиятельный криминальный авторитет Джем увидел в Крабе одного из своих преемников. Масленников, он входил в преступное, в ОПС «Обчак» на Дальнем Востоке, состоял в нем до 2003 года. Также он был, так сказать, поставлен в район в законе, смотрящем за город Хабаровск. То есть он контролировал преступность здесь и собирал деньги. У Краба была своя мощная, очень мощная группировка, которая занималась, как правилами, кражами и угонами дорогостоящего автотранспорта. Ну и также занимались совершением квартирных краж. У Краба была сеть своих магазинов. Также были ночные клубы. Группировка Краба также занималась незаконной добычей леса. По словам представителей хабаровских правоохранительных органов, Юрий Масленников сумел сколотить мощные ОПС «Крабовские». Большое внимание он уделял своим доходам. По законам преступного мира, собранные из коммерсантов деньги, Краб и его люди должны были отсылать в общак главной группировки в Комсомольске-Наамуре. Однако Краб, по утверждению некоторых источников, повел себя иначе. Большую часть криминального дохода Юрий Масленников оставлял себе и пристраивал по своему усмотрению, иначе говоря, легализовал через свой семейный бизнес. Краб, как мне кажется, всегда стремился стать так называемым хозяином города, что неоднократно заявлял в разговорах между противоборствующими ОПГ, что именно он является хозяином города Хабаровска в криминальных структурах. И именно он должен принимать, так скажем, говорить последнее слово в разборках между криминальными группами. Если верить нашим источникам, у Юрия Масленникова был круг доверенных лиц. Только с ними он обсуждал тайные криминальные дела. Правой рукой Краба считался финансист Сергей Иванов по кличке Иванчик. А деньги ОПС считал и хранил штатный кассир Олег Ильяшевич. По утверждению сыщиков, все на того же авторитета Краба трудились штатные киллеры. Павел Тихомиров, его сын Евгений, а также Николай Комков. У Краба было секретное логово, где он любил проводить время со своими приближенными. Это турбаза Яраб. Об этом красивом месте представители криминального сообщества даже сняли документальный фильм. В нем рассказывается о том, как с помощью вертолета около базы Яраб был установлен большой крест. Бизнес Юрия Масленникова развивался, а влияние самого авторитета росло до тех пор, пока на своем посту находился его покровитель, вор в законе Евгений Васин, он же Джем, лидер группировки «Общак». Но влиянию Джема скоро пришел конец. Через некоторое время Джема арестовали правоохранительные органы по подозрению в поджоге кафе «Чародейка» в городе Комсомольске на Амуре. Он сидел в хабаровской тюрьме. И через некоторое время, ввиду того, что ранее он употреблял очень много спиртного, был хроническим алкоголиком, у него опухали постоянно ноги. Через некоторое время он умер в хабаровской тюрьме. По одной из версий, с авторитетом Дальнего Востока Васиным расправились его конкуренты по криминальному миру. Но кто, до сих пор неизвестно. На похороны Джема, которого братки любовно называли Петровичем, собрались все влиятельные представители российского преступного мира. Всего на кладбище прибыло более двух тысяч человек. Скоро у организованного преступного сообщества «Общак» появился новый лидер. Преемник Джема Эдуард Сахнов по кличке Сахном. После смерти Джема между так называемыми ворами в законе происходит перераспределение сфер влияния. Уходит единый лидер, идет разбивка. Так скажем, каждый на себя пытается натянуть одеяло большего размера, чтобы ему стало тепло в этой жизни. Один из комсомольских воров в законе Сахнов, Эдуард по кличке Сахно, все же являясь лидером дальневосточного общака, принимает решение об отстранении Масленникова от ответственного за город Хабаровск и назначает Уманского Павла в криминальных кругах, известного как Уматный. Уматный не обладает таким преступным авторитетом в городе Хабаровске. В любых своих решениях основывается на мнении краба. Одни считают, что Юрий Масленников по кличке Краб добровольно сложил себя полномочия смотрящего и захотел выйти из мафиозного клана. Другие полагают, что его лишили этого статуса. От краба стали уходить коммерсанты, которые платили ему дань. Предприниматели понесли деньги новому лидеру общака Эдуарду Сахнову. По словам оперативников, главаря Крабовских это сильно задело, и он решил показать всем, кто в городе настоящий хозяин. В Хабаровске прогремели выстрелы, и началась война между Общаковскими и Крабовскими. Автомобиль представителя ОПС Общак Александра Былкова по кличке Миротворец был обстрелен наемными убийцами. Былков не увернулся от автоматной очереди и погиб на месте. По данным Краевого следственного комитета, к этому преступлению имеет отношение лидер ОПС Крабовский Юрий Масленников и его штатные киллеры Павел Тихомиров и Николай Комков. Поведение Былкова не понравилось Масленникову, в связи с чем между ними возникали очень частые конфликтные ситуации, в том числе и Масленников угрожало ему убийством. Это установлено следствием. Ну и впоследствии Масленников решил организовать убийство Былкова, для чего приискал своего родственника, двоюродного, по линии у него двоюродный дядя, Тихомиров, тот же Демин, и поручил ему помогать в совершении убийства Былкова. А непосредственно исполнитель киллер, так называемый, Былков Комков. По мнению правоохранительных органов, на этом Краб не остановился. Он якобы организовал покушение на нового лидера комсомольских воров Эдуарда Сахнову по кличке Сахно. Машину авторитета обстреляли из автоматов, но Сахно удалось остаться в живых. Пострадали его охранники. Сразу после этого происшествия Эдуард Сахнов объявил общий сбор общика. В рядах Крабовских началась паника. Один из непосредственных организаторов неудавшегося покушения, некто по кличке Пряник, покончил жизнь самоубийством. А штатный киллер Масленникова Николай Комков пропал без вести. Большинство подопечных Краба бросились в Комсомольск с покаянием. Между тем сам Юрий Масленников пустился в бега. Он спешно уехал в Москву, понимая, что покушение на воров в законе Сахно ему не простят другие авторитеты Дальнего Востока. Представители общика заочно вынесли Крабу смертный приговор. Доподлинно неизвестно, с кем из высокопоставленных чиновников столицы встречался опальный криминальный лидер Хабаровска. Но результат откровений Юрия Масленникова не заставил себя ждать. Из Москвы поступила команда нанести удар по организованному преступному сообществу «Общак». В Комсомольске-на-Амуре провели масштабную спецоперацию. В результате на скамье подсудимых оказались лидеры «Общака». Эдуард Сахно в покличке Сахно, его заместители. Олег Семакин, он же Ева. И Олег Шохерев по кличке Малек. А также другие активные участники преступного сообщества. У Юрия Масленникова судьба сложилась иначе. Краб решил сотрудничать со следствием. Оформил сделку с правосудием и дал показания против всех своих бывших коллег по криминальному делу. За то, что он выдал лидеров «Общака», Краб вместе с несколькими приближенными получили статус особо важного свидетеля. По закону все они освобождаются от уголовной ответственности. Нашей съемочной группе удалось поговорить с Юрием Масленником. И вот как он объяснил свои действия. Ну, я думаю, что была последняя капля, наверное, когда я решил создать показания. Это когда порубили моего, получается, охранника, детей моих племянников. Его порубили в доме, прям, я не знаю, ну, или с саблями, или ножами большими, мачетами, я не знаю. Но его весь сего изрубили. Ну, просто уже перешло, край перешло все. Ну, воровские понятия – это влев, это пыль. Это для общественности, они говорят, то есть для тех, кто их слушает, они говорят одно. А для тех, что они принимают, они узким кругом принимают решение. А на улице уже своим там, бродягам и всем, говорят другое совершенно. Они говорят, что нельзя трогать семью, это неприкосновенность. Но это не факт. Почему? Потому что пытались похитить моего ребенка, пытались похитить мою дочь. Пытались, не пытались, а избили моего отца. А при чем тут они? Вот их неворовские понятия. Ну, я не хочу на себя лавру вешать, но я думаю, что если бы я не захотел дать показания, они бы сейчас гуляли на свободе. В съемочной группе программы «Честный детектив» Юрий Масленников заявил, что он не причастен к убийству члена общака Александра Былкова по кличке Миротворец. И к покушению на лидера общака Эдуарда Сахнова. Краб убеждал нас, что с Сахновым они были в хороших отношениях. Я несколько раз пытался дозвониться с Сахновым и объяснить ситуацию, что мы должны с ним встретиться и решить этот вопрос. Потому что я ни при чем к его покушению, я не имею никакого отношения. На что мне он всегда отвечал, что теперь ты мне будешь искать, а если хочешь, приезжай ко мне в Комсомольск. Ну, а приехать в Комсомольск, это равносильно, чтобы повешаться. Как вы думаете, что стало причиной того, что Сахнов на вас так ополчился? Ну, потому что я ушел. Ушел, я ушел, ушла. Какая-то группа какая-то людей ушла, бизнесменов ушла. Это влияние, деньги. Только деньги. Бывший подчиненный Краба Олег Ильяшевич тоже дал показания следствию против лидеров общака. И заявил, что ежемесячно отправлял в Комсомольск на Амуре от 500 до 700 тысяч рублей. Но им всегда было мало. А еще приходилось выполнять различные просьбы. Например, расправиться с неугодными журналистами. Заявка от них была. От кого? От Сахно. От Сахно. А, значит, что именно? Попросил избить журналистов, главного редактора газеты «Молодой деле Восточник». Избить, за что они там статью, я сам не читал. Там выходила какая-то статья, у них несколько было. И из-за этого, чтобы испременить мир и насилие к ним. Избить. Это приказ, конечно. Негласное указание воров, это как считалось, как приказ. То бишь, я не мог никак не ослушаться под страхом смерти, переживая за себя и за судьбу своих родных и близких, и детей. То бишь, могли что угодно сделать, если бы я нарушил вот эту так называемую просьбу. Бывшие подчиненные Краба считают, что криминальная война на Дальнем Востоке началась по вине амбициозного нового лидера ОПС «Общак» Эдуарда Сахнова. Налаженный бизнес был. И когда Сахнов пришел к власти, как говорится такое, после смерти Джема, он начал, видимо, все это прибирать к рукам. А Юрий решил отойти, потому что, ну, сколько можно? Все это было терпеть. И его, видимо, вот на этой почве все это произошло. Руками у них есть ли ссора, а так конкретно, не знаю. Мои мысли такие. То, что Тасахно сам себе устроил. Если бы были покушения на него, он бы не ходил там, спокойно здравствовал. Его бы, наверное, не было. Важные свидетели по громкому делу «Общака» рассказали оперативникам, что у Джема и его окружения были тесные связи с представителями правоохранительных органов Хабаровского края. Неоднократно средства массовой информации писали о том, что бывший начальник главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу генерал Анатолий Золотарев якобы дружил со многими авторитетами региона. По словам уволенных со службы милиционеров, именно во времена Золотарева произошел развал подразделений по борьбе с оргпреступностью, а также была уничтожена уникальная база оперативного учета всех преступных лидеров Дальнего Востока. Что же касается самого Юрия Масленникова, то у него, как предполагают оперативники, тоже была надежная крыша. По некоторым данным, Краб имел общий бизнес с сыном одного из бывших высокопоставленных руководителей администрации Хабаровского края. И, возможно, именно эти тесные связи и помогли Крабу инициировать процесс в отношении лидеров ОПС «Общак». В мае 2009 года восемь лидеров Дальневосточной группировки «Общак» оказались на скамье подсудимых. Во многом опираясь на показания Краба и его подчиненных, суд приговорил. Воров в законе Эдуарда Сахнова «Сахно», Олега Семакина «Еву» и Олега Шохерева «Малька», а также других активных участников «Общака» к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет. Как только основные участники Дальневосточного ОПС были осуждены, с Юрием Масленниковым по кличке Краб и его друзей Сергея Ивановым по кличке Иванчик и Олега Елишевича сняли статус особо важных свидетелей. После этого прохранительные органы Хабаровского края объявили Краба и Иванчика в федеральный розыск. Их нашли в Москве и под конвоем доставили на родину. Следственный комитет края обвинил Юрия Масленникова в организации убийства члена ОПС «Общак» Александра Былкова по кличке «Миротворец», а также в организации покушения на воров в законе Эдуарда Сахнова. То, что меня сейчас на сегодняшний день здесь держат, я считаю, что это месть воров. Когда посадили воров, кто-то получил звание, кто-то получил орден, кто-то получил еще какие-то должности, а я получил тюрьму. Да как я должен объяснить эту ситуацию? Я получил в награду за это тюрьму вместе со своими свидетелями, которых же я в свое время упрашивал. Я не исключаю даже, что не будет обвинительный приговор. Ворам, они сейчас будут платить любые деньги, чтобы был обвинительный приговор, так как, чтобы нами в зонах, там, с нами расправиться, так как мы покушались на воров, это святое. Любой бродяга должен нас убить. Они своего вот почти добились, и мы вот сейчас сидим здесь в тюрьме. Арестованные Краб и его подручные были уверены, что они никогда не окажутся в СИЗО. По договору с правосудием Масленников, вот так скажем, прощалось его участие в деятельности в преступном сообществе общак до 2003 года. Краб действительно рассчитывал на то, что при заключении договора с правоохранительными органами он даст показания в отношении преступного сообщества общак, тем самым это поможет ему избежать самому уголовной ответственности за совершенные им ранее преступные деяния. О том, что Юрий Масленников и его финансист Сергей Иванов причастны к расправе над криминальным авторитетом общака-миротворцем и руководителем общака Сахно, заявили на допросе штатный киллер Павел Тихомиров и его сын Евгений. В частности, по убийству Сахнов все дело обстояло так. Воры в законе Сахнов, Шохерев и Ева, по-моему. Я не помню его фамилию, но я его лично не знаю. Не поделили власть с Масленником, и он, опередив их, принял решение о их ликвидации. В частности, начало с ихнего лидера Сахнова. Обсудил это дело с Тихомировым, с моим отцом, как это все будет обстоять, сколько будет денег платиться, кто будет давать деньги на подготовку. Дал показания, дальше там изобличающие его. В частности, по факту убийства Былкова, в котором я тоже присутствовал. Былков был коммерсантом, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в частности, коммерсантом. Я так понимаю, он где-то что-то кому-то мешал. И насколько мне известно, в частности от Тихомирова, Масленникова, то, что сын поставленного чиновника, его на Дальнем Востоке называют папой. Его ж не сын, его ж не сын, значит, как-то, он причастен к этому всему. Масленников подобрал, опять же, Тихомирова и Комкова, такого был, Николай Комков. Убили его. Несмотря на то, что Следственному комитету Края удалось доказать вину Юрия Масленникова в организации убийства авторитета миротворца и в покушении на лидера общака Сахно, суд принял неожиданное решение. Краба была изменена мера пресечения. Под залог в 3 миллиона рублей он вышел на свободу и остается в статусе обвиняемого. Такой мы увидели войну мафиозных кланов Дальнего Востока. Кто ее выиграл? Выводы делать только вам. Мафиозных кланов Дальнего Востока